Мой дружок пирожок, ищешь где можно быстро, без обмана, ибано прокачать свой аккаунт? А? Загляни ко мне в группу по прокачке. Делаем все быстро, качественно, и недорого. Прокачим твой аккаунт как на ПК, так и на PS4. Всего за 299 рублей ты можешь стать богатым в GTA Online. Первая ссылочка в описании, переходи по ней, и заказывай самую надежную прокачку. Ну шо пацаны, докатились, докатились до горожанной леги, бесплатном автомобиле в GTA Online. Ну как бесплатном, за тюнинг придется раскошелиться, и да, здравствуй мой дружок пирожок. В этом видео я расскажу все, что нужно знать об этом лютом спарткоре, и почему он до сих пор не утратил актуальности. Я думаю не нужно напоминать, что это подобие Ниссона GTR, который выпускается уже более 10 лет, а в GTA Online леги с первого дня выпуска, и несмотря на свою древность, выглядит потрясающе. Хотя к задней части есть вопросы, но перед проработан очень хорошо. Салон по-спартански спортивный, но несмотря на отсутствие должного количества полигонов, за рулем от первого лица ехать достаточно комфортно, учитывая красные колодцы на приборной панели. Но много про этот автомобиль говорить не будем, ибо он известен наверное уже всем и каждому. Поэтому перейдем к тюнингу. Тюнинг у этого автомобиля условный. По сути есть все что можно модернизировать, но все не так разнообразно, прям как в советском магазине. Но можно устроить государственный переворот, выбрав модификацию от Бенни. Но после этого автомобиль уже будет другой, и тюнинга будет просто завались. Правда денег на это не у всех есть, но у нас пока что стандартная легия. Я не могу сказать что это классическая легия, ибо классика появилась на порядок позже. И да, я не знаю почему именно на этом автомобиле спойлера нет, я ничего с ним не делал. Но с бамперами мы разобрались, автомобиль стал походить на уличного бандита, хоть и очень жиденького. Вообще тюнинг легии мне напомнил ковыряние в ящике с носками, у тебя их три пары, все черные и один серый. И вот ты думаешь надеть серый и черный без дырок или оба черных но с дырками. А вообще я для себя открыл новые носки по-новому. Раньше всегда я покупал дешевые носки, типа там две пары за полтинник, да-да, по 25 рублей за пару. Но после продолжительного похода эти носки как через переводку оказывались на моих ногах. Когда я уже снимал носки, будто реально берут макет ноги, наносят спреем на эту ногу, она подсыхает и носок готов. Сейчас же я стал уже покупать фирменные носки, ведь фирма есть фирма. Поэтому и качество у них на порядок лучше. А цена кстати не такая и большая с условием того, что эти носки можно носить долго и нет никаких намеков на затертость или рвание. Еще какой-то древний сыч сказал, что он не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И реально так и есть. Вещи из говна и палок меняются чаще тупо из-за своей недолговечности. Та же самая хуйня и с лампочками. Но это уже тема для другого видео. И вот мы почти наковыряли себе на полноценный тюнинг автомобиля. Осталось определиться только с светом. Раскрасок тут нет. Так как раньше в GTA Online их вообще не было. Ну как, были конечно раскраски. Но приходилось покупать автомобиль целиком либо с раскраской, либо без нее. И зачастую эти автомобили отличались по характеристикам. Так еще и продавались на разных сайтах. Эх были конечно времена. А еще раньше люди в землянках жили и кайфовали. Я почему-то вспомнил пола швокера на синем скайлайне. Но тот синий был посинее. В общем ковыряться с цветом тут можно дольше чем тюнинговать автомобиль полностью. Еще мне нравится именно мастерская арена тем, что тут можно нацепить линзы любого цвета. Желтого или красного. Само собой это лютый колхоз. В принципе как и делать неоновую подсветку днища. Но были времена когда это было очень даже актуально. Опять же спасибо форсажу за движение масс. В основном каловых. Но даже игры серии МФС переобулись и стали пиздить идеи как раз из форсажа. Но сейчас это бы назвали следование трендам. Но тренды меняются. А дерьмовые игры остаются. И я не про андерграунд. Там все было хорошо. А про современный МФС. Да и современный форсаж тоже. Надеюсь из-за пандемии не то. И не другое в ближайшем будущем мы не увидим. Осталось добавить немного гиства и автомобиль готов. Примерно так же выглядит Сентинел. Который можно спиздить около Эклипс Тауэра в полночь. Просто немного добавить перламутра на металлик и готово. Интересно, как себя Элегия проявит на тестах. А? Давайте договоримся что относиться будем к этому автомобилю по пустительски. Ибо он бесплатный. И на тюнинг затраты намного меньше чем даже самый дешевый спорткар из последних без тюнинга. Но несмотря на это максимальная скорость в этой бричке очень достойная. Может она ее раскачегаривает не так быстро. Но все же вывалившись на трассе, можно с ветерком добраться до места назначения. Заюбись. На дракрайсинге небольшие изменения. Теперь мы катать тачки будем от первого лица. Ибо назад автомобиля мы еще не смотримся. А многие катают исключительно только от первого лица. Думаю такое изменение зайдет. И сразу же нужно сказать что Элегия у нас полноприводный спорткар. А это определенно плюс к разгону и зацепу любого автомобиля. И еще небольшое дополнение. От первого лица скорость кажется меньше. Все благодаря нашему наебанному мозгу. Четверть мили Элегия проходит в ебьянях. Рядом с недавней Динкой Сидой. Но никто на конкуренцию Паре или Италии не рассчитывал. На одной и второй ситуации еще хуже. Но это просто-напросто. Станшафтере В12 выткнулась с третьей передачи и немец попер. Перепрыгнув с 19-го места на 16-е. Ну а на целой миле благодаря максимал очке. Элегия поднялась на 16-е место. Ну и пришло время реальных тестов. И вроде бы и обосрать автомобиль не хочется. Но вспухшие вены на лбу во время заезда не даст соврать. Но после ты смотришь на список топов. И видишь что Элегия на пятом месте. Обгоняет Италии ГТО. И понимаешь что вообще какого хуя тут происходит. Но нужно сказать что перетеста Италии еще не было. Да и у Элегии полный привод. Что реально помогает при разгоне. Но сказать честно. Управление уебичное. И сейчас на меня посыпется хейтерский песок. Но я все проясню. Во первых на военной базе практически всегда скорости маленькие. А Элегия хорошо поворачивает только на больших скоростях. Как и большинство автомобилей. Но я только на днях тестировал в эпитротине в марк 2. И управление там было куда сговорчивее. Теперь об особенностях автомобиля. Я даже бы сказал об особенностях всех автомобилей. Которые появились с выходом GTA N. Во первых. Элегия очень сильно пачкается. Как просто сухой грязью. Так и целыми шматками грязи при зацепе грунта. Это реалистично и круто. Но при долгих поездках ваш автомобиль превратится в хуйню. А также повреждения. Да да да. Раньше в GTA N. Были реальные повреждения автомобиля. Которые влияли кстати на их характеристики. Можно было приложить сабы что-то так. Что одно из колес вовсе не будет поворачивать или крутиться. А если вы в гонках любите пободаться. То даже полностью прокачанная броня автомобиля вам не поможет. Ну и напоследок Гран-Туризма. Вот тут было весело. И совсем не скучно. Ибо этот автомобиль не такой спокойный и правильный как кажется на первый взгляд. Во-первых полный привод. Это не гарантия того. Что зацеп всегда будет идеальным. При продолжительном интенсивном выворачивании руля. Элегию начинает заносить. Иногда этот занос может произойти случайно. Поймать та тачку легко. А вот восстановить скорость после заноса уже не так просто. Вообще Элегия ощущается легко. Но немного зажата. И опять же в этом виноват полный привод. Такое впечатление что мощности этому автомобилю все же не хватает. Это все равно что мотор 1.6 на автомобиле под 2.5 тонны. Ну и теперь объективно. Старый автомобиль. У любого кто пролистывал легендарий мотор спортс до самого низа. Есть этот автомобиль. Ну или по крайней мере был. Несмотря на свой возраст. Автомобиль выглядит все равно свежо. И лучше некоторых своих конкурентов из обновления про казино. Как автомобиль. Чтобы быстро катать по городу. Это лучший вариант для новичка. Так как этот автомобиль будет лучше любого другого автомобиля. Взятого на улице. Ибо тут уже есть полная страховка. Купить его можно за 0 баксов. За столько же баксов можно и продать. Но все меняется. Когда автомобиль появляется в России. Предположим что за такой автомобиль мы заплатили 1 доллар. Российским торможенником мы заплатим. 500 рублей за таможенное оформление. Сама пошли на 1 772 642 рубля и 65 копеек. Утилизационный сбор. 5200 рублей. И это ебать их в сроку простите за автомобиль стоимостью 1 доллар. Да у него 480 лошадиных сил. Да у него 3,8 литров. Да. Ему более 10 лет. Но это мать вашу бесплатный автомобиль. Поэтому из-за США невыгодно возить маслкары. Ибо таможенный сбор в этой стране больше чем стоимость самого автомобиля. А все это ради того чтобы вы покупали местные ведра. В которых местного только кривые зазоры горе сборщика. Ну и на этом все. Мои дружочки пирожочки. Продолжаем топить в комментах за следующий автомобиль. А я отчаливаю. Всем бэбэ. Всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok